правительство, которое сегодня было сформировано. И в это правительство, в портфеле в нем получили в том числе и те, кого называют героями Майдана. При этом избранные министры осознают, что их правительство расстрельное. В бюджете страны совсем нет денег. Почему же они согласились возглавить министерство, и причем здесь Юлия Тимошенко, выяснял Тимур Олевский и Тимур. Так, коллеги, действительно правительство, судя по всему, состоялось. Не все портфели розданы, но в основном уже понятно, какая конфигурация будет в кабинете министров. И Арсений Яценюк, собственно, становится премьер-министром. Арсений Яценюк, глава фракции Батькивщина, соратник Юлия Тимошенко, как минимум соратник, а может быть даже и ближайший союзник. Хотя об этом ходят споры, становится главой кабинета. Дважды он вставал на сцену Майдана именно в роли кандидата на пост премьер-министра Украины. Один раз его туда отправляли после переговоров с Виктором Януковичем, второй раз фактически после переговоров с Юлией Тимошенко. Оба раза Майдан свистел, но в результате сегодня Рада приняла все законы, и стало понятно, что Арсений Яценюк становится премьер-министром. И сразу же он сделал заявление. Во-первых, он сообщил, что в стране нет денег, действительно, госдолг 60 миллиардов гривен, он огромен. Ну и кроме того, Арсений Яценюк рассказал, чем будет заниматься его правительство, а планы просто грандиозные. Во-первых, добрососедские отношения с Россией и евроинтеграция. Это главные пути следования, собственно, нового кабинета. Но в первую очередь Яценюк наметил некоторые экономические и политические изменения в стране. Это иллюстрация, это и реформа всего, что только возможно, и, конечно, наполнение госбюджета. Вот я посмотрел сегодня, Арсений Яценюк опубликовал некую программу, в ней 35 законов. Это закон, новый закон о языке, закон о иллюстрации, закон о финансировании судебной системы, о референдумах местных и не местных, а на общеукраинском уровне, о милиции, о пенитенциарной системе, о чем угодно. Законы обо всем, их всего 35 штук. Если предположить, что кабинет министров Арсения Яценюка, вообще-то, работать может всего три месяца, а потом состоятся выборы президента, и кабинет будет избран заново, то кажется, что Рада, в которую будет правительство вносить законы, должна работать не как взбесившийся принтер, а как просто какой-то обезумевший печатный станок. Принимать по 3-4 закона в неделю, а еще их надо написать, остается только догадываться, кто и когда их напишет, может быть, они уже у оппозиции были заготовлены заранее. Ну и, конечно, интересно, кто же получил должности в кабинете министров, и хочется, конечно, в первую очередь поговорить о силовиках, потому что от них будет многое зависеть в ситуации, когда в стране, как я уже сказал, нет денег, и вообще существуют проблемы Крыма, восточных и западных регионов, и все не очень-то понятно и стабильно. Где-то министры Януковича продолжают ходить по Украине, и это многих раздражает. Андрей Порубий, кстати, человек, который был комендантом Майдана, получил пост, и это в некотором смысле такой реверанс в сторону Майдана, уступка, потому что, вообще-то, Совет национальной безопасности и обороны до сих пор никакой серьезной функции не имел. Он, в общем-то, мало что может сделать, кроме как порекомендовать, последить, отправить письмо в прокуратуру, ну или, например, сказать, как действовать в чрезвычайных положениях. Однако Андрей Порубий, ближайший соратник Олега Тегнебока из «Свободы», ну то есть фактически свободовец, которого на Майдане очень хорошо знают за вот все те палатки, там установленные работу, теперь становится главой легендарного Совета национальной безопасности и обороны, а вместе с ним его заместителем будет Дмитрий Ярыш, руководитель правого сектора Объединения националистических и радикальных организаций, которые, кстати, уже успели встретиться с послом Израиля и сообщить, что никаких сенофобских настроений в их рядах нет. Ну и как противовес вот этой вот компании людей, известных как такими мощные, яркие активисты на передовой на Майдане, станет Виктория Сюмар, это журналистка Пятого канала, и замглавы СНБО она будет, что называется, от Юлии Тимошенко, приглядывать вот за этими двумя боевыми ребятами. Ну а еще одним важным силовиком уже назначен сегодня окончательно Арсен Аваков, глава МВД, сам из Харькова, бывший харьковский губернатор, которого очень ругают за то, что, например, Андрей Клюев, бывший соратник Януковича, бывший глава президентской администрации, где-то в Киеве, но его никто не хочет арестовывать. А Арсен Аваков, он скорее про другое, он вообще-то бизнесмен, очень успешный и к тому же, кажется, писатель-фантаст, вообще никогда не работал в МВД, и уж если кого и не любят, то не любят бывшего депутата, бывшую власть в Харькове, откуда он сам родом, называется. Скорее всего, он будет заниматься людьми на Востоке, хотя от него ждут проведения милицейской реформы на Украине. Непонятно, как он это сделает. Валентин Наливайченко, глава СБУ, единственный человек, который на Майдане мог возглавить это ведомство, потому что сам в нем работал, и единственный министр от партии «Удар» Виталия Кличко. Неожиданно в моем представлении в компанию силовиков попал совершенно не силовой министр Евгений Нищук. Это министр культуры теперь, а до сих пор был актером, голосом Майдана, человеком, который выступал на сцене все эти месяцы, а силовиком ему придется стать, потому что Министерство культуры, по словам самих украинцев, самый коррумпированный орган власти в стране, где сидят самые закоренелые, что называется, костные чиновники, и их вычищать надо чуть ли не с винтовками. Посмотрим, насколько с этим справится обычный киевский актер. Сам он пока на этот счет никакого мнения не высказывал. Что же касается других, что называется, министров, то министр здравоохранения Олег Мусий, пожалуй, единственный беспартийный и, наверное, самый уважаемый человек на Майдане, это глава медицинской службы. Ну и сам он в нашем эфире рассказал, чем он будет заниматься. Давайте послушаем. В первую очередь это будет борьба с той коррупцией, которая погрязла в Украину в течение 20 последних лет. Я президент Украинского врачебного общества. Обязательно будет проведен, возможно, даже международный аудит деятельности министерства здравоохранения, для того, чтобы понять, на каком свете находится министерство, и сколько реально ресурсов вошли, которые необходимы, и которые может потратить министерство на здоровье людей. Вот такой гражданский человек возглавит министерство здравоохранения, собирается навести и там порядок. Все говорят о коррупции, никто не понимает, как ее победить за три месяца. Сергей Квит, министр образования, в прошлом ректор Киева-Магелянской академии, националист, которого считают человеком очень консервативным, но при этом очень демократичным. Ему придется навести, что называется, порядок в этом ведомстве. Ну и еще один человек сегодня высказалась уже, Людмила Денисова. Кстати, она тоже родилась в городе, который сейчас находится в России. Она родилась в Архангельске, правда, еще в Советском Союзе, потом переехала на Украину. Людмила Денисова, министр социальной политики, старый соратник Юлии Тимошенко, начинала карьеру как раз в Крыму, а сегодня сообщила о том, что на Украине вообще нет денег на выплату пенсии. Правда, пока не сказала о том, как эти деньги найти. Вообще говорят коллеги, что Юлия Тимошенко фактически собрала своих сторонников и готовится к президентским выборам. И если правительство провалится, то она как бы ни при чем, она к нему никакого отношения не имеет. А если правительство удастся сделать хоть что-то полезное, то Юлия Тимошенко сможет это записать в свой актив. Коллеги. Спасибо, Тимур. Тимур Олевский о том, кто получил портфель министров украинского правительства сегодня. Привемся ненадолго, через минуту.